Сегодня у нас в гостях Крефло Доллар, и он будет с нами всю эту и следующую неделю. И те, кто регулярно смотрит передачу «Победоносный голос верующего», знают, что происходит, когда у нас в гостях Крефло. Происходят замечательные вещи. На жизни и на служении этого человека такое сильное помазание. Давайте помолимся и передадим слово брату Доллару и посмотрим, как Дух Святой начнет двигаться. Мы просто двинемся вместе с ним. Отец, мы благодарим и прославляем тебя. Спасибо тебе, что ты послал к нам брата Крефло. Мы принимаем его жизнь и его служение, и мы принимаем твое присутствие. Мы благодарим тебя. Мы открываем наши сердца и разум для откровения с небес. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Крефло Доллар, скажу тебе, я не могу достаточно выразить мою благодарность тебе за то, что ты нашел время. Ты должен быть самый занятой человек в мире. Каждый раз, когда я звоню, чтобы поговорить с Крефлом, мне говорят, «А, он в Бразилии, он еще где-то там, или еще в каком-нибудь месте». Я просто разыскиваю его по всему миру, чтобы поговорить с ним несколько минут. И вот он будет у нас в гостях две недели. Слава Богу, я хочу поблагодарить тебя. Пожалуйста. Я слышу, что твоя жена Тэфи и церковь, церкви и различные отделы твоего служения процветают и хорошо двигаются. Да. Это хорошее свидетельство, верно? Это хорошее свидетельство. Вот почему ты так занят. Да. Аминь. Я понимаю. Знаешь, настоящее процветание... Вот он начинает, видите? Мы начинаем, слава Богу. Итак, настоящее процветание в сравнении с сложным процветанием. И понимание, чем оно действительно является. Когда вы говорите о процветании, когда большинство людей слышит слово «процветание», то сразу же думают о деньгах. И они не правы. У них нет полного понимания, потому что деньги сами по себе не могут определять процветание. Когда вы говорите о реальном, настоящем процветании, прежде всего вы должны понять, что настоящее процветание может прийти только от Бога и Его Слова. И затем вы понимаете, что настоящее процветание относится ко всем сферам жизни. Оно относится к вашему духу, вашей душе, вашему телу. Процветать в вашем духе значит быть рожденным свыше. Процветать в вашей душе значит иметь здравый ум. Процветание в вашем теле — это здоровье. Процветать в ваших взаимоотношениях. И мы действительно пытались помочь людям изменить их мышление и прийти к библейскому определению процветания в том, что оно охватывает все сферы жизни. Это значит быть успешным во всех сферах жизни. Как-то вечером я представил себе пирог. Я увидел картину пирога, и вы просто делите его на различные куски. И вот часть пирога под названием «семейные отношения». Есть часть пирога — вера, есть исцеление, также есть финансовая часть пирога — спасение. И если вы достанете две части из этого пирога, тогда он у вас уже не целый. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Процветать — это когда все части пирога на месте. Это целый пирог. Это целостность в каждой сфере. Это полнота. Полное благополучие в каждой сфере жизни. Бог не удовлетворен. И знаете, как отцы, мы не удовлетворены, когда наши дети финансово процветают, но больны. При этом больны. Или если они исцелены, но у них ужасные семейные взаимоотношения. Как отцы, мы хотим, чтобы у наших детей было полное благополучие в каждой сфере и области их жизни. Бог — наш Отец, и Он заботится о том, чтобы у нас был успех в каждой сфере нашей жизни. Настоящее состояние богатства невозможно определить тем, сколько денег у вас в банке. Настоящее состояние богатства определяется целостностью вашей жизни, благополучием в каждой сфере вашей жизни. Я слышал, как ты говорил это однажды, и я просто позаимствую это. Если у человека есть миллион долларов в банке, но он умирает от рака, то он просто нищий человек с миллионом долларов в банке. Да. Или если у него здоровое тело и нет денег в банке, он все равно нищий человек со здоровым телом. Или у него может быть здоровое тело и могут быть деньги в банке, но у него плохие взаимоотношения. Он нищий человек со здоровым телом и деньгами в банке. Нужно переопределить свой взгляд на процветание. Процветание относится не только к деньгам. Деньги — это часть пирога. Но жизнь... Мы говорим о безобильной жизни во всех сферах вашей жизни, о возвышении достижений желаемого. И говорю тебе, брат Коупленд, это очень много значит для меня. Не просто говорить об этом, но понять, как воплотить это в нашей жизни. Бог заинтересован в том, чтобы мы жили этой процветающей и изобильной жизнью. И поэтому он сказал мне это, когда я ехал домой. Думаю, я только закончил говорить с тобой по телефону. И он сказал, я хочу, чтобы ты научил тело Христова, как действовать в Царстве Божьем. Да, как вам добраться из пункта А в пункт Б? Для начала вам нужно знать об этом. Но просто знание об этом не накормит вашу семью или исцелит ваше тело, или поправит вашу финансовую ситуацию. Что-то должно произойти, пока вы в пункте А, чтобы добраться сюда, где цель. Я вижу это яснее, чем когда-либо с тех пор, как я нахожусь в служении. Бог начал это с Эдемского сада. И Эдемский сад был делом рук Божьих. Он насадил этот сад, он взрастил его до того, как создал человека и поместил его туда. И вот он в этом месте, о котором мы говорим. Адам начал с успеха. Затем он потерял это. И он упал так низко, как только может упасть человек. Здесь у него было благословение. То благословение, которое настолько сильно, что в нем и на нем была сила распространить сад по всей земле. Благословить всю землю. Все в нем. Все, что ходило, все, что дышало. У него была сила благословить это. Когда он упал и был изгнан из того сада в то место, которое было агрессивно настроено против него, а не за него, со всем благословением, когда он вышел из самого благословения, он не смог процветать достаточно, чтобы выбраться из этого состояния. Поэтому теперь мы можем использовать Эдемский сад как место, в которое мы стараемся попасть. И заметьте, что в саду было семя. Он посеял семя в землю. Процветание было в этом саду. Исцеление было в этом саду. И здоровье было в этом саду. Там были радость, успех, успешные взаимоотношения. Да. Вот что мы пытаемся сделать, и чего надеемся достичь в течение следующих двух недель. Как мне вернуть свою жизнь в такое место, где она сможет идти так, как если бы я снова был в Эдемском саду. Да. И начать учиться, как действовать в Царстве Божьем, научиться тому, как и что делает Бог. Не просто тому, как и что делает Бог, но понимание того, что это. То, как и что делает Бог. Если вот здесь Эдемский сад, а я где-то тут, тогда все в моей жизни должно быть направлено вот сюда. И это не обязательно небеса. Да. Но этот сад здесь, на земле, потому что Бог запланировал, чтобы он был на земле. И в последней главе Библии, в 22 главе книги Откровения, Бог приносит небеса на землю, и именно таковой была Его воля все время. И тем или иным образом, в Иисусе это по-прежнему доступно. Он последний Адам, и это по-прежнему доступно. Как мне сделать следующий шаг оттуда, где я нахожусь, к этому, зная, что это доступно мне сейчас во Христе Иисусе? И ключ к этому, и первый шаг, это понимание того, как Бог делает то, что Он делает. Я должен ухватиться за это. Как Бог думает? Как Он управляет? Как Бог приносит исцеление и освобождение? Мы можем найти все эти ключи прямо здесь, в саду. Его методы действия можно найти в Эдемском саду. Это все было открыто там, верно? Это было открыто там. Вот что мы хотим сделать. Мы хотим разобрать это и привести людей из того места, в котором они сейчас находятся, назад в Эдемский сад. Мы с тобой говорили, что слово «Эдем» означает изобильное обеспечение, бесконечное обеспечение, роскошную жизнь. Слава Богу! Что сказал Иисус? «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Давайте просто сопоставим эти две вещи. И это легко можно сказать. И это должно быть в нашем разуме. «Я пришел, чтобы вы снова могли иметь Эдемский сад в вашей жизни, как Бог запланировал это с самого начала. Вот для чего я здесь. Меня это вполне устраивает. Мне не нравится жить в колючках». В книге «Бытия» очень ясно говорится, что терниев и волчцов не было в том саду, пока проклятие не пришло на землю. И земля не начала производить тернии и волчцы, которые были прямыми противниками Адама и благословения, которое изначально было на нем. Прежде чем мы начнем, давайте определим некоторое понятие «благословение» и «проклятие». Благословение. Большинство людей определяет его по результатам, а не по его настоящей природе. Например, давайте возьмем ветер. Когда люди видят, как дует ветер, они на самом деле видят не ветер, но они видят, как движутся листья. Кто-то говорит, «Это ветер», но на самом деле не ветер. Это результат ветра. Или они слышат звон колокольчиков на крыльце и говорят, «Это ветер». Но это на самом деле результат. Это то, что происходит, когда ветер дует. То же самое и с благословением. Они говорят, «Посмотрите на машину, какое благословение». Нет, это результат благословения. О, посмотрите на это исцеленное тело, какое благословение. Нет, это то, что происходит благодаря благословению, потому что благословение — это наделение силой. Это снаряжение, это наделение силой, которое дает вам способность быть успешными во всех сферах вашей жизни. А вот проклятие наоборот. Иванов переезжает к Петровым, у Петровых сгорает дом, затем Иванов переезжает к Сидоровым, у Сидоровых сгорает дом, Иванов переезжает к маме, у мамы сгорает дом. Что-то есть на этом человеке, понимаете? И это называется проклятие. Вот что такое проклятие. Это наделение силой, чтобы терпеть поражение. Благословение — это наделение силой для успеха. Проклятие — это наделение силой для поражения. Когда мы поймем это, я осознал это много лет назад. Я не знал, в чем реальность этого, я не знал принципы, стоявшие за этим. Но мне нужно было осознать тот факт, что когда я смотрел на другой город, мне казалось, что там все было намного лучше, а там, где я был, все казалось ужасным. Я переезжал туда, и когда я попадал туда, все становилось плохим. Я должен был понять, что я привозил это с собой. Я был тем, кто вызывал дискомфорт и адскую атмосферу везде, куда я шел, потому что это, наконец, дошло до меня. Что то, что меня окружает, это результат того, что внутри меня, и это выходит из моих уст. Да, да. И когда вы понимаете, что главное благословение было для того, чтобы воспроизводить Эдемский сад по всей земле, тогда вы начинаете понимать, что куда бы вы ни шли, благословение совершает свою работу, чтобы изменять то, что вас окружает, и превращать это в Эдемский сад, потому что вы там. Не потому, что вы пытаетесь найти этот сад и войти в него, но вы начинаете производить этот сад прямо там, где вы находитесь. Когда вы думаете о том, что произошло с Иосифом, а Иосиф верил, что он был благословлен, когда был еще маленьким мальчиком. И он сказал своим братьям, что он был благословлен, и что в один день они все будут работать на него. И мне показалось это таким уж благословением, они попытались убить его из-за этого. Но где бы он ни оказывался, благословение делало это место с самым лучшим местом для него. Даже тюрьму. Да. Благословение превращало все места, в которые он шел, в самые лучшие места для него. Поэтому каждый раз, когда дьявол пытался убить его, благословение разворачивало все на 180 градусов. И в конце концов он стал премьер-министром величайшей нации на лице Земли. Самое лучшее место из тех, в которых он был. Место, в которое должна была прийти засуха, превратилось в продуктивное место. Да. Так что даже после этого конкретного фараона, другие фараоны вошли в процветание благословения Иосифа в земле египетской. Я слышал, как люди говорят, «Ну, Бог хотел привезти Иосифа в Египет, потому что знал, что там будет великий урожай, и он должен был быть там, потому что он должен был кормить своих братьев и своего отца в этой земле». Нет, нет, нет. Он привел Иосифа туда. Фактически. Бог не приводил туда Иосифа. Дьявол бросал его в различные места, а Иосиф создавал Эдемский сад везде, где бы он ни оказывался. Но когда он попал в Египет, то туда великий урожай и процветание пришли из-за него. Разве это не странно? Этого не было там до тех пор, пока он не попал туда. Это потому, что он был удобрением Эдемского сада. Он был им. Он был им. Да. И это проявилось и заставило это произойти. Как-то я зашел в магазин в городе Насау на Багамах, и у владельца того магазина в тот год не шел бизнес. И я зашел туда, и пробыл там какое-то время. Я сел и говорил с ним. Потом оглянулся и увидел всех этих посетителей в магазине и сказал, «Ну, увидимся позже». Он сказал, «Нет, никуда не уходи». Я спросил, «Почему?» Он сказал, «С тех пор, как ты здесь, я вижу, что в мой магазин зашло больше людей, чем заходило за прошлые шесть месяцев. Пожалуйста, останься». И я сказал, «Ну, мне пора идти». Он сказал, «Нет, ты принес что-то в этот магазин. Если ты уйдешь, это может уйти». Вот о чем ты говоришь. Вот о чем ты говоришь. Именно так оно должно быть. Когда христиане появляются с благословением, результат их присутствия должен требовать объяснения. Знаешь, я никогда не думал об этом до этой секунды. А это то, что Иисус сказал своим собственным ученикам. Он сказал, «Идите и входите в чей-нибудь дом. Благословите этот дом. Принесите свой мир в него». Это именно то, о чем Он сказал им верить, когда они будут входить в чей-то дом. «Приносите результаты Эдемского сада в жизнь людей». Да. Да. Это и есть Царство Божие, верно? Да. И когда вы начинаете понимать, как действовать в Нем, тогда каждый отдельный христианин, в котором есть это благословение, а оно есть внутри него, потому что в тот день, когда вы спаслись, Святой Дух пришел и излил любовь Божью внутри вас. Он также излил все, что вам нужно, чтобы производить Эдемский сад в жизнях людей, с которыми вы сталкиваетесь. И я верю, что Бог постоянно находится в действии, стараясь продолжать распространение Эдемского сада по всей земле. Вот почему Он сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Что Он пытается сделать? Он пытается принести семена, которые произведут Эдемский сад, роскошную жизнь, бесконечное обеспечение в жизни людей. По всей земле. По всей земле. Да, и Он намеревался сделать это через свое собственное тело. Вот как Он хотел сделать это через Адама. Он сделал это через Иисуса. И наше призвание, кем бы мы ни были, наше призвание в том, чтобы проявлять это царство везде, куда бы мы ни шли. Вот почему это так важно, на мой взгляд. И за последние 40 лет, которые я нахожусь в этом служении, это стало господствующим в моем мышлении. Быть там, где я должен быть каждый момент каждого дня, потому что это как части мозаики. Я не хочу быть где-то не там. Когда я там, где я должен быть, тогда мое благословение работает все время. И оно приносит процветание везде, куда бы я ни шел. И оно приносит изменения везде, куда бы я ни шел. И это делает работу сатаны по уничтожению благословения, по уничтожению помазания, уничтожению дел Божьих, куда бы мы ни шли. Уничтожение сада везде, куда бы он ни шел. Если я нахожусь там, где Дух Божий предназначил мне быть все время, тогда это делает работу сатаны невозможной. Он просто не может действовать. Благословение Господне обогащает. Понимаете, я носитель этого благословения. Опять же, оно обогащает. Оно делает здоровым, оно производит радость, оно производит мудрость, оно производит все, чего не хватает миру. И они делают все возможное, стараясь получить то, что обещает Библия. А благословение произведет эти вещи в вашей жизни. Оно произведет эти вещи. Оно вырастет эти вещи в жизни человека. И печали с собой не приносит. И печали с собой не приносит. Это важный момент. Мы начали сегодня говорить о ложном процветании. Все ложное, это когда мужчина или женщина пытается создать благословение Божье без Бога. Ничего не получится. Это подделка с самого начала. Была ли какая-нибудь печаль в Царстве Божьем? Нет. Поэтому процветание без печали это часть благословения. Но если вы попытаетесь создать благословение под господством проклятия, в этом проклятии есть скорбь. Вот откуда печаль пришла на землю. Поэтому если вы пытаетесь процветать финансово без Бога, скажем, если вы пытаетесь процветать финансово, и вы можете приобрести много вещей, приобрести большое влияние, много имущества и собственности и так далее, но вместе с этим будет печаль. Это не может быть без печали. Да, потому что основанием этого было проклятие. Да, поэтому печаль уже есть там. Если нет ничего, что убрало бы печаль с самого начала, то все, что вы будете делать, будет иметь себе какую-то печаль. Она просто есть там. И вот почему мир думает, что вы должны иметь печаль и скорбь во всем, что вы делаете, потому что она есть у них. Проблема на самом деле в том, что среди христиан, которые основываются на религии, бытует представление. У меня печаль и скорбь, потому что Бог пытается научить меня чему-то. Но это является просто оскорблением для крови Иисуса. Это ужасная мысль. И многие люди мучаются с этим. Ну, знаешь, если у тебя когда-нибудь будут деньги, то это разрушит тебя. Вы пытаетесь добавить печаль к этому. Но благословение... Благословение... Без печали. Печали с собой не приносит. И везде, куда бы я ни шел, я могу ожидать, что буду процветать. Я не сказал, что я могу ожидать, что буду свободен от давления, или что мне не придется сражаться добрым сражением веры. А что такое доброе сражение? Да. То, которое выигрывается еще до того, как вы на него вышли. Вы уже знаете, каков будет итог. Я окажусь наверху, потому что я голова, а не хвост. Аминь. Аминь. Крефла, спасибо тебе. Спасибо. Я просто не могу передать, как мы благословлены тем, что ты сегодня здесь. С чего ты хочешь сегодня начать? Матфея, шестая глава. Матфея, шестая глава. Аминь. Вчера мы говорили об Эдемском саде, о начале. И давайте начнем применять некоторые шаги, чтобы принести Эдемский сад в ежедневную практическую сферу нашей жизни. Крефла, очень важно, чтобы люди поняли, что Бог никогда не изменяется. Писание говорит, что у Него нет изменения, ни тени, ни перемена. И это просто означает, что Он не собирается меняться, ни по какой причине. Этот сад был выражением Его совершенной воли. И это по-прежнему Его совершенная воля для всех людей на все времена. И этот человек виноват в том, что Он согрешил и потерял этот сад, а не Бог. Затем пришел Иисус, Иисус, второй и последний Адам. Он пришел, и Он является совершенной волей Божьей для всех людей на все времена. И когда Он сказал, «Я есть им дверь», я верю, что Он – дверь в этот сад. Да, Он есть дверь. Да, аминь. Он есть дверь. И вы соединяете вместе Иисуса и этот сад, и они совершенно подходят друг к другу, как рука к перчатке, верно? Иисус – наш путь в Эдемский сад, наш путь к здоровью, наш путь во все сферы успеха, основанного на благословении Божьем. Во все. Аллилуйя. Матфея, 6 глава. Слава. Иисус говорит здесь о Царстве Божьем, потому что если мы собираемся идти к Эдемскому саду, нам нужно начать с понимания того, как действовать в Царстве Божьем. 31 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Все это очень важные вещи. Но Он не хочет, чтобы мы беспокоились из-за них, или волновались из-за них, или расстраивались. Если Он не хочет, чтобы я расстраивался из-за этих вещей, очевидно, что у Него есть способ разобраться с ними, с каждой из них. Он сказал, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Бог знает, что вы имеете нужду во всем этом. В 31 стихе речь идет обо всех этих вещах. И Бог позаботился о них для Адама и Евы в Эдемском саду. Все они были там. Все они были там. И поэтому Бог говорит, «Я знаю, что вы имеете нужду во всем этом, но ищите же прежде Царства Божьего и Его праведности, и все то, в чем вы имеете нужду, приложится вам». Когда я слышу это слово «приложиться», то первое, о чем я думаю, что если я хочу капусту, и хочу, чтобы она приложилась мне, тогда мне придется найти семена и посеять их в землю, и она приложится мне. Я должен выполнить свою часть, чтобы это приложилось мне. Он говорит здесь, «Ищите же прежде Царство Божие, Божий путь того, как и что делать, и быть правым. Ищите или инвестируйте, делайте вклад в Царство Божье». Уделите время тому, чтобы изучать Царство Божье, искать его. Буквально возьмите свою Библию и сделайте вклад в изучение Царства Божьего и того, как и что делает Бог. Поэтому, когда мы говорим о том, «Как и что делает Бог», следующий очевидный вопрос – «Как Он это делает?» «Как Бог исцеляет?» «Как Бог освобождает?» «Как Бог финансово поднимает человека?» «Как Бог дает преуспевание отношению в браке?» Четвертая глава Евангелия от Марка. Для меня это самая важная глава в Новом Завете. Потому что, если вы не поймете эту главу... Именно это Иисус и сказал. Если вы поймете это, вы поймете все. Вам это необходимо? Да. Давайте откроем четвертую главу Марка, и если вы не поймете ее, тогда все ваше остальное понимание, брат Коупленд, будет искажено. Еще в первые годы нашего служения, вероятно, во второй или третий год, один человек сказал мне кое-что однажды. Это по-прежнему звучит в моем духе. Пока ты говорил, я вспоминал об этом. Я вижу беспокойство в его глазах. Я могу слышать это в его голосе. И это по-прежнему во мне. Я все еще помню лицо этого человека. Помню его имя. Помню, где мы находились, когда он сказал, «Коупленд, я верю, что Бог исцеляет. У меня нет никаких проблем с этим». Я просто не могу понять, как заставить его это сделать. Да. Да. И это человеческий вопль, Крепа. Да. Религия пыталась удовлетворить его и закрыть ему рот словами, «Ты никогда не можешь точно знать, что Бог будет делать». Но это не прекращает этот вопль в устах, а просто закрывает его. Но вопль... Да. ...по-прежнему остается. Как вам войти в это царство? Как жить, когда вы уже вошли в него? Да. Как побудить Бога это сделать? Да. Это на самом деле вопль человеческого сердца. Да. Верно. И Писание очень ясно говорит о том, как заставить это произойти. Четвертая глава Евангелия от Марка. Это интересно, потому что вы обнаружите, что если вы понимаете естественные принципы земледелия, тогда вы сможете понять принципы царства Божьего. И вы получаете сад, когда вы понимаете принципы царства Божьего. Знаешь, разве это не удивительно, что это был не город Эдемский, это был Эдемский сад? Да. Это указывает на то, что все в нем должно было расти. Да. И мы, как христиане, должны знать, как взращивать эти вещи, которых нам не хватает в жизни. В четвертой главе Евангелия от Марка в первых восьми стихах есть притча о Сеятеле. И здесь, брат Коупленд, вы видите человека, который сеял три раза в три разные почвы и не получил урожай. Но когда он посеял в хорошую почву, то результатом сеяния в хорошую почву был урожай. Но теперь, вот что всегда захватывало меня, и я думаю, что могу сегодня дать ответ. Ведь Иисус сказал, «Иное в 30, иное в 60, а иное во 100 крат». Вы находите хорошую почву, вы сеете в нее, вы получаете урожай, но некоторые получают 30, некоторые 60, а некоторые 100 крат. Понимая то, о чем мы собираемся говорить, мы сможем объяснить людям, как некоторые получили 30, некоторые 60, а некоторые 100 крат. Затем он продолжает и говорит в 9 стихе, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Затем в 11 стихе он говорит о тайнах Царства Божьего. Но дальше, как ты упоминал в 13 стихе, сказано, и говорит им, «Не понимаете этой притчи?» Если вы не понимаете эту притчу, как же вам уразуметь все притчи? Благодаря этому я понимаю, что эта притча — дедушка для всех притч. Это основная притча. Эта притча будет поддерживать все другие притчи. Поэтому я должен понять это, чтобы мое понимание в других сферах было правильным. Если я говорю о вере, если я говорю о любви, радости, мире, благости, кротости, доверности, если я говорю о процветании, я говорю об исцелении, если я говорю о чем-то, в чем есть Иисус, это будет основанием для этого. Я должен ухватиться за это. Именно так было в моей жизни. Я помню, как много лет назад я уперся в это. У меня не было денег. Я только что узнал, что Бог хотел, чтобы я делал. И я не мог добраться до начальной точки. Я даже не мог начать делать все то, что Он хотел, чтобы я делал. Я ехал по дороге, остановился на светофоре, и пока горел красный, я просто сказал, «Бог, как мне это сделать?» И прямо в мой дух пришла эта фраза. «Давайте, и дастся вам, а цыплют люди в лоно ваше». Я сказал, «Вот оно!» «Вот в чем все дело!» «Верно?» Это и происходило последние 40 лет. «Вот оно!» «Вот оно!» «Вот оно!» «Вот оно!» Просто продолжает происходить таким образом. Каждый раз, когда у вас возникает вопрос, «Вот оно!» «Вернитесь к основанию». Основанию того, как заставить все работать. Да. Вот как сделать это. Вам нужно ухватиться за это. С 14 по 19 стихи описывается, как они пришли к Нему наедине и сказали, «Дай нам понимание этой притчи, которую ты рассказал». И в 14 стихе Иисус говорит, «Сеятель слово сеет». Это так важно. «Сеятель слово сеет». Слово Божье — это шоссе к миру богатства. Вот с чего все это начинается, верно? Все начинается. Когда я использую слово «богатство», я говорю не только о деньгах. Я говорю о влиянии, я говорю о вашем помазании, я говорю о ваших владениях, о вашей силе. Слово Божье — это шоссе к миру здоровья, шоссе к миру исцеления, шоссе к миру защиты, чем бы ни было то, что вы пытаетесь заставить произойти. Вы видите связь в своем разуме? Мы живем в этом мире. Твердь, тело, разум, дух. Все это произошло благодаря тому, что и сказал Бог, и стало так. Вот где все должно быть, верно? Это семя. Семя — слово. Это семя — слово. Фактически, если вы берете ваше финансовое семя и сеете, потому что говорите, «Вот как я получу мой урожай», послушайте, если нет семени Слова Божьего, чтобы поливать это финансовое семя, тогда у этого финансового семени не будет будущего. У него не будет никакой жизни. Да, но финансовое семя не является ключом к умножению, в то время как семя Слова Божьего является ключом к умножению. Тебе стоит подробнее остановиться на этом. Вы можете взять деньги, и вы можете посеять деньги. Позвольте мне проиллюстрировать. Вы можете взять проповедника, который не верит в финансовое умножение, и он никогда не испытывал финансового умножения, но он всегда жертвует в своей церкви. Он никогда не испытывал этого, потому что он никогда не получал откровения об умножении Слова Божьего. Слово Божье — это ворота к умножению. Без Слова Божьего вы не можете переживать умножение, потому что Слово Божье — это семя, которое производит умножение. Вы можете сеять деньги, но если вы не поливаете их Словом Божьим, именно Слово Божье, которое я сею в свою почву и открывает путь для роста. Жертвование денег — это действие, соответствующее тому, во что я верю. Я не могу говорить «Мой Бог восполнит все мои нужды по Своему богатству славе» и потом не давать, поскольку Библия говорит, что вера без дел или без соответствующих действий мертва. Поэтому Слово Божье является семенем, контролирующим умножение в Царстве Божьем. Вы ничего не сделаете без Слова. Вначале было Слово. Если Бог начал со Слова, вам придется начинать со Слова. Поэтому все, что вы пытаетесь заставить произойти, все, что вы пытаетесь начать, оно начинается со Слова Божьего. Исцеление начинается со Слова Божьего. Финансовое процветание начинается со Слова Божьего. Процветание в семейных отношениях начинается со Слова Божьего. Процветание в освобождении начинается со Слова Божьего. Это начинается со Слова Божьего. Единственная уверенность, которая у нас есть, это когда благословение является нашим основанием, чтобы когда успех придет, он не закончился печалью. Если мы попытаемся получить что-то из того, о чем я сегодня говорю И получить это не путем Слова Божьего, но естественным интеллектом или естественными средствами Вы можете добиться каких-то результатов, но это будет обязательно основано на печали Потому что это не началось с семени Божьего Слова Не было ничего, чтобы избавиться от печали с самого начала Печаль уже была там Да, да И именно Слово Божье — это семя Божье Вот где все начинается Вы знаете, насколько сильно слова — это вещи Ты знаешь, что на иврите слова и вещи — это то же самое? Да, добар, добар На иврите слово, переведенное как вещь, означает слово Да, означает слово 144-й псалом, давай посмотрим Это так сильно, потому что если вы поймете это Когда вы действуете в Царстве Божьем, вы получите это 144-й псалом Пятый стих Он сказал «А я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих» Это слово «дела» с иврита переводится так же, как «вещи» или «слова» В моей Библии прямо здесь есть ссылка на это Вещи или слова Слова-вещи Кажется, это и есть в первой книге царств Когда Самуил услышал голос Божий Посмотрим, может я найду это Слова или вещи Они не знали, как их определить, это слова или это вещи И каждый раз, когда они говорили слово, это означало вещи Каждый раз, когда вы читаете это, это было как слово, они говорили вещи, но это значило слова Они говорили «Бог сказал, позвольте, я найду это» Потому что каждый раз, когда вещь происходила из слова или слова, вы снова возвращаетесь к семени Если вы проследите это в обратном направлении, вы обнаружите семя Это начало всего живого Слова-вещи Где это место? Когда Самуил говорил Он говорил о том, чтобы Ответить ему или Это где-то здесь, и это слово переведено как вещи Где же оно? Вот оно, 1 Царств 3.15 «И спал Самуил до утра и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение сие Илью Но Иль позвал Самуила и сказал, сын мой Самуил, тот сказал, вот я И сказал Иль, что сказано тебе? Какие вещи тебе сказал Господь?» Это 15 стих Это 17 стих, 3 глава 1 Царств «Какую вещь Господь сказал тебе?» Он называет сказанное Господом вещью «Что сказано тебе?» «Не скрой от меня, то и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо» В английском переводе Библии здесь сказано любую вещь Это переводится как слово Но переводчик написал вещь «Если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе» Слова — это вещи Это слова вещи Поэтому, когда я говорю слово, я высвобождаю вещь Но вы не видите вещь, когда я говорю это Вы услышали вещь, прежде чем вы увидели вещь Потому что, когда я сказал вещь, ее слышно прежде, чем ее станет видно Поскольку, как только я произнес ее, ей нужно проделать свой путь в этот физический мир Прежде, чем я увижу ту вещь, которую я сказал Это возвращает нас к 11 главе Евангелия от Марка 11.23, что не скажет? Конечно, вера, вера в корне этого Да, вера, евреям 11.1 Вера же есть осуществление тех вещей Должна быть связь веры Вещей Между духовным миром и материальным миром Да Чтобы в материальном мире что-то произошло или изменилось Слова-вещи Слова-вещи И мы не говорим о незначительных звуках Мы говорим, что если вы идете в магазин за семенами капусты Это не незначительные семена Возьмите это семя и посейте его подходящую почву И это откроет, что внутри этого семени Потребуется время, прежде чем вы это увидите Потребуется время, но вы это увидите Это должно вырасти Это должно вырасти Но это постоянно растет И оно постоянно растет, и оно появится Поэтому, когда я говорю слова, я говорю вещи Но не заблуждайтесь, если вы не видите чего-то сразу же Иисус проговорил к смоковнице, и они ничего не увидели Когда он проговорил к ней, пока не прошло 24 часа Потому что он стал эффективен в использовании этих слов И его вера и уверенность были встроены в эти слова Ты сейчас упомянул кое-что, что так необходимо понять в этом процессе И Писание очень ясно и очень сурово говорит О смешивании семян Да Если ты возьмешь Семена этой капусты Вот у тебя есть мешок с семенами капусты Которые ты собираешься посеять А здесь у тебя мешок полный семян Олепского сорга Самого дикого Злостного Уничтожающего урожай сорняка Из всех, о которых я знаю Это просто кошмар для фермера И вы думаете Ну, знаете, это нисколько не повредит И вот у вас смешаны вместе семена капусты И семена олепского сорга Знаете, что у этой капусты нет никаких шансов Потому что проявление проклятия Которая на земле Уже направлена на разрушение И когда вы сеете Слово Божье И веру в почву Духа Вы идете против течения Вы удержите это чистым Это будет производить Прямо посреди голода Это будет производить Это объясняет, почему у некоторых 30, у других 60 У них 100 крат Да, прямо перед вашими глазами Это объясняет все Потому что если вы говорите 30-кратную веру И 70-кратное сомнение и неверие Угадайте, что произойдет Или человек говорит 60-кратную веру И 40-кратное сомнение и неверие Но если вы очищаете этот мешок И вы очищаете почву Да Это взойдет Все, что вы говорите, это Слово Божье Вы говорите то же самое Слово Божье Независимо от того, что вы чувствуете От того, какие плохие новости Вы просто продолжаете говорить Ничто не сеется Ничто не выходит из ваших уст Кроме Слова Божьего Вы не позволите никому изменить это Потому что у вас нет времени Соглашаться с этими словами проклятия Я встретился с человеком Хорошим человеком Он любит Бога И он и его семья Являются партнерами нашего служения Я никогда не встречал его И это была почти случайная встреча Но я понял, что это было не случайно Из-за того, что я сказал ему То, что Господь хотел сказать То, что я сказал верой Ведь он сказал Знаете, брат Копланд Я просто не вижу изменений Я сказал еще раз то, что Слово Божье Говорило об этом Он сказал О, я, конечно же, хотел бы увидеть изменения Он продолжал выкапывать то, что я ему говорил Если бы он охватился за это И сказал, знаешь Я больше движим тем, во что я верю Чем тем, что я вижу Это бы привело его в такое состояние Которое позволило бы благословению Начать действовать в его жизни И начать изменять вещи вокруг него Но то, что Господь сказал Как-то Чарльз Кэпс получил слово от Господа Я сказал моим людям, что они могут иметь то, что скажут Но они говорят только то, что имеют Ну тогда вы будете продолжать иметь то, что имеете И это по-прежнему очень важно Иисус сказал о Петре и обо всех Он сказал это прежде, чем Петр отрекся от него Если вы отречетесь от меня перед моим Отцом Небесным Если вы отречетесь от меня здесь на земле Тогда мне придется отречься от вас перед Отцом моим на небесах И вот Петр отрекается от него Отрекается трижды Посмотрите, что сделал Иисус Он так сильно любил Петра, и он сказал Мне придется сдержать мое слово Но я не могу позволить этому произойти Поэтому я покажу тебе, как использовать силу слова «дабар», чтобы вытащить тебя из этого Помнишь Евангелие от Иоанна, когда он задал ему вопрос «Петр, любишь ли ты меня?» «Да, Господь, я люблю тебя» «Петр, ты любишь меня?» «Да, Господь, я люблю тебя» «Петр, еще раз, третий раз» «Любишь ли ты меня?» «Да, я люблю тебя» Я верю, что Иисус сделал это только лишь для того, чтобы отменить те три отречения Если вы говорите слово «дабар» и говорите его своими устами Даже если вы сказали что-то глупое и хотите это аннулировать Скажите слово Божье и аннулируйте это Да, да Вы поняли это? Слава Богу Мы говорили о Царстве Божьем И мы говорили, что если вы понимаете естественный процесс земледелия Вы можете понять Царство Божье И в естественном земледелии должен быть фермер И у него должны быть семена И он должен понимать Что семя в мешке или в амбаре не принесет урожай Поэтому ему нужно взять семя и посеять его в правильную почву Он должен заботиться о нем Пока оно в земле Затем, когда вырастет урожай, ведь он посеял семя И теперь он должен собрать урожай, убрать его с поля И Царство Божье подобно этому Иисус рассказывал эту притчу, о которой мы сказали вчера Что если вы не понимаете эту притчу, тогда вы не поймете остальные Но ему не обязательно знать весь механизм того Как работают почва, семя, вода, свет и так далее Он научится этому, пока это растет Если он хороший ученик в том, что он делает Но Иисус сказал Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю И спит, и встает ночью и днем И как семя всходит и растет Не знает он Все, что он знает, и все, что ему нужно знать, чтобы дать рост урожаю Нужно начать с правильного семени Посеять его в хорошую почву И заботиться о нем Вы делаете это, и что касается земледелия Вы понимаете, как это происходит в естественном мире И вы поймете это и в том, что касается Царства Божьего И Господь только что обратил мое внимание на одну мысль О которой я не думал уже какое-то время Когда вы принимаете это во внимание И вы думаете об этом человеке Ему нужно иметь веру во что-то Его вера была в этом семени Он знал это и действительно верил, что если он сделает это Посеет это семя в почву, то оно будет расти Ему нужна была вера в почву Что почва знает, что ей делать И ему нужна была вера в воду Что вода знает, что делать У него была вера в семя, что оно знает, что делать Поэтому вера была энергией каждого компонента этого процесса И он верил, что он соберет больше Чем посеял И я думаю, что вопрос в следующем Как мне развить веру в семя И веру в почву И веру в этот процесс Я думаю, что ты затронул Я думаю, что ты попал прямо в ключевую точку Точно в цель Если у вас не хватает уверенности в ком-то И это могут быть хорошие люди Но вы просто не проводили с ними достаточно времени И чем больше вы проводите с ними времени Тем больше вы развиваете уверенность в их способности Сделать то, для чего вы развивали ваши взаимоотношения То же самое и со Словом Божьим Вам нужно проводить время с этим Словом Нужно проводить время, исповедуя его Нужно проводить время, молясь о нем Нужно проводить время, размышляя о нем Чем больше времени вы проводите, тем больше вы разовьёте уверенность в Слове Божьем и в этом процессе. Мне нравится давать такое определение веры. Это практическое выражение вашей уверенности в Боге и Его Слове. Но для того, чтобы развить такую уверенность, вы должны быть готовы проводить время с той вещью, уверенность в которой вы пытаетесь развить. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И без веры вы не соберёте урожаи. Верно. И вам нужно установить связь веры. Мы говорили о любви. А в Царстве Божьем всё будет держаться на любви Божьей. Но крючки, которые висят на этом карнизе, это вера. Поэтому всё в Царстве Божьем действует верой. И вы не сможете заставить произойти ничего из этого, даже в том, что касается благословений. Должна быть вера в благословение. Есть связь веры между помазанием Божьим и силой Божьей в вашей жизни. Есть связь веры между временем сеяния и временем жатвы. Поэтому вам нужно проводить время в Слове Божьем. Вот почему Слово Божье — это ворота ко всему. Знаешь, когда мы с тобой были на праздновании юбилея пробуждения на улице Азуза, 100-летнего юбилея Азуза, и мы были в церкви «Купол веры», и доктор Прайс учил и проповедовал о вере, то он упомянул разницу между верой и простым верованием. Это было... Это было хорошо. Очень сильно. И он приводил в пример человека, у которого есть ключи от машины. Я верю, что это ключи от моей машины. Я верю, что эта машина довезет меня до дома. И он сказал, я верю в это, но если я пойду и сяду на капот своей машины, и скажу, машина, вези меня домой. Вези меня. Вы никуда не уедете. Вы никуда не уедете. Только потому, что верите, что она это сделает. Вам нужно взять ключ, которым всегда является Слово Божье. Потому что где нет Слова Божьего, там нет откровения Бога. Нет откровения, что Бог есть любовь. Без откровения, что Бог есть любовь, нет веры. Потому что вера действует любовью. И вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Но он сказал, что он берет этот ключ и садится на сиденье водителя, вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его. И теперь его вера в действии. Мы говорим о действии, которое приносит желаемый урожай из невидимого мира духа. где Бог уже обеспечил его практически годный к употреблению материальный мир здесь и сейчас, к моему благу, вместо того, чтобы этот мир постоянно приносил проявления, которые против меня. И кто-то должен это сделать. Я подумал, что один человек однажды должен был сесть в машину и сделать это, и доказать, что это работает, когда вы так поступаете, понимаете? Он сделал это. И я думаю о твоей жизни и твоем свидетельстве. Может быть, до того, как многие люди узнали, что это было в Слове Божьем, они услышали о том, что ты сделал, как ты сделал это, и они сказали, знаете что? Я знаю, я верю, что это будет работать, потому что он сделал это. Теперь я обращусь к Слову Божьему и узнаю, что он сделал. И затем я увидел, что он сделал, я вижу это в Слове Божьем, я слышал о том, что он сделал, я вижу это в Слове Божьем. Теперь я развиваю уверенность и веру в это Слово Божье, на основании которого ты поступил. Ты рассказал мне о Слове Божьем, я увидел, как ты действовал, я обратился к Слову Божьему и нашел это. Тогда я начал размышлять о Слове Божьем, и затем я думаю о том, что ты сказал, и я размышляю, Я просто думаю, что кто-то должен сделать это. Это моя работа. Вот что я призван делать. Прийти и сказать тебе, что я сделал, и результаты, которые это принесло. И мне нужно рассказать тебе о тех случаях, когда я терпел неудачу в этом, точно так же, как и о тех случаях, когда я добивался успеха в этом. Да. Потому что я не говорю только о своих поражениях. И я объясняю, почему это не работало. Но, когда я изменил это, это сработало, и так далее. Вот как я получил это, когда Господь сказал мне ехать учиться в университет Орла Робертса. Будет ли правильным сказать, что если вы сталкиваетесь с поражением в вере, то это вероятно потому, что вы потерпели поражение в Слове Божьем? Верно на сто процентов. Поэтому если уровень Слова Божьего является низким, тогда ваша вера будет низкой. Что Писание говорит о любви? Оно говорит, что любовь никогда не терпит поражения. Бог есть любовь. Он никогда не терпит поражения. Законы и принципы любви производят образ жизни без поражения. И теперь вам нужно оставаться в этом. Вы не можете просто входить и выходить, входить и выходить и достичь этого места. У меня есть много возможностей потерпеть поражение. Но после сорока лет того, как я в этом двигаюсь, изучая и наблюдая за тем, как действует дьявол, у меня и моей семьи на самом деле нет оправданий для поражения. Если я знаю то, как он действует, и что он пытается со мной сделать, и поддамся на это, и начну исповедовать то, что вижу и что чувствую, и «О, бедный я!» и начну это, тогда я потерплю поражение, я упаду лицом вниз. Этому нет оправдания. Нет оправдания нарушению заповеди любви. Никакого. Могут быть какие-то причины, но вы либо исправьте причины, либо игнорируйте их. Идите вперед и оставайтесь в этих правилах. Мне не важно, насколько сильна боль. Мне не важно, насколько безобразно себя ведут люди. Мне не важно, что делают или говорят политики. Мне не важно, что вас окружает. Если вы останетесь фокусированными на Слове Божьем, я не Вадим тем, что я чувствую. Я Вадим только тем, во что я верю. А я верю, что Слово Божье истина. Я отказываюсь говорить что-то другое своими устами. Говорю вам, в 100% случаев вы окажетесь выше этого беспорядка. И будете подниматься на более высокий уровень каждый раз, когда будете это делать. И это наша ответственность, позаботиться о том, что это проповедуется. Потому что если это не проповедуется, тогда вера не может прийти. И если вера не приходит, тогда мы не можем установить связь. Крифло, если ты проанализируешь 17 стих 10 главы послания к римлянам, и так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, если ты посмотришь на всю эту главу, она начинается с рождения свыше. Но затем проходит весь путь того, чтобы стать проповедником, и затем говорить о вере, приходящей от слышания проповеди под помазанием. Там говорится, и как проповедовать, если не будут посланы, или помазаны проповедовать. Поэтому вера приходит от помазанной проповеди, а не просто от чтения. Вы соединяете чтение с размышлением. Вы ставите себя под влияние служения, которое учит и проповедует о целостности Божьего процветания. Ставите себя под это помазание. Не важно, получаете вы это на компакт-дисках или DVD, или вы получаете это в церкви. Вам нужно где-то постоянно это получать. Постоянно. Каждый день. Не просто один день в неделю, но каждый день. И тогда вы начинаете взращивать ваш успех из Царства Божьего. Если вы следуете 4 главе Марка, вы придете к стократному урожаю. Я думаю, это было в 17 главе, где они просили, «Господь умножь в нас веру». И Иисус сказал... Луки 17. Луки 17. Он сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали...» Он уже научил их. В Евангелии от Марка сказано, что Он научил их принципу горчичного зерна. И они уже слышали это. И затем они подошли и сказали, «Умножь в нас веру». Они должны были знать, «Если я хочу умножения, я должен посеять что-то». И Он сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное, и сказали...» «Смоковница, сей!» «Исторгнись и пересадись в море», то она... Ваша вера... послушалась бы вас. Поэтому ваше говорение — это сеяние. «О, да». «Когда я говорю, я сею». «Да». Поэтому я не могу сеять, если я не говорю. Поэтому мне нужно следить за тем, что я говорю, потому что каждый раз, говоря что-то, я сею что-то. «Ты сеешь что-то». И если я сею что-то негативное, и сею это в почву, то почва моего сердца, как и любая почва, знает лишь, как взращивать это. Я не знаю, как, но она знает только лишь, как взращивать это. Она знает, что если я провозглашаю Слово Божье, и провозглашая и провозглашая Слово Божье, то она будет принимать Слово Божье. Но сатана также знает о той власти, которая была дана вам, как христианам. И Он пытается заставить эту же самую систему работать на Него, в то время как нам была дана власть её использовать. Если мы не используем её, угадайте, кто будет её использовать. Угадайте, кто будет наполнять ваши устав всеми этими другими словами-семенами, которые попадут в ваше сердце и внезапно произведут несчастье в вашей жизни, произведут болезнь в вашей жизни, немощь в вашей жизни, и вы скажете, что неправильно. Вы не используете ту власть, которую Бог дал вам использовать. Вы игнорируете ваш сад. У вас есть эта почва внутри, которая ожидает духовного семени, потому что духовные вещи сочетаются с духовными. Вы сеете это в ваше сердце, вы становитесь беременными этим. Именно так Иисус пришел на эту землю. Слово от Господа пришло через ангела и проговорило к Марии. И Мария сказала, «Да будет мне по слову Твоему». Она стала беременной. Она зачала. И затем, девять месяцев спустя, она дала рождение физическому. Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели его. Это та же самая система. В 11 главе Евангелия от Марка, в 23, 24 и 25 стихах, Иисус сам описывает этот процесс. «Если кто...» Он сказал, «Имейте веру Божью». «Если кто...» Так что это для любого. Это не просто для кого-то особенного. «Если кто скажет горе сей, «Поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, или в своем духе, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». «Потому...» Смотрите, что он сделал. Он сразу же применил это. Он сказал, «Потому говорю вам». И он высвободил принципы веры для всех, кто присоединится к нему. Он сказал, «Потому говорю». Он поступает согласно тому, что он только что сказал, верно? То, что мы видим в Марка, 11, 23. «Говорю вам, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И, когда стоите на молитве, когда вы стоите и говорите этой горе, и когда стоите на молитве, «Прощайте, если что имеете на кого». Потому что, если вы откажетесь прощать, тогда ваш Небесный Отец не может участвовать в том, что вы только что сказали». Это весь процесс Крифла. Все, что он сказал в 4 главе Евангелия от Марка, выполнено в этой 11 главе Евангелия от Марка. Иисус лично описал это. И если вы придерживаетесь этого, если вы будете делать то, что он сказал, то у вас есть его клятвенное обещание об этом, что это произведет вас сто крат, как он учил в 4 главе Евангелия от Марка. Поэтому благословение, которого мы желаем, должно начинаться с... «Господь, я благодарю Тебя, что это благословение работает во мне прямо сейчас, работает вокруг меня». Это должно начинаться точно так же, верно? Это должно начинаться с... Потому что если мы проигнорируем это, тогда у нас будет несбывшаяся надежда, и наше сердце будет томиться. Позволь мне задать тебе вопрос. Он только что возник у меня. Как-то я сидел и писал партнерское письмо. И это было не так давно. Я сидел и молился о нем. Я сидел и молился достаточно долго. Я не был уверен, в каком направлении Господь хотел, чтобы я двинулся. Слово от Господа пришло ко мне очень ясно. Он спросил, «Кеннет, есть ли у тебя вера в кровь Иисуса?» Я сказал, «О, да, есть». Он спросил, «Есть ли у тебя вера в его имя?» Я сказал, «Да, есть». Он спросил, «Есть ли у тебя вера в мое слово?» Я сказал, «Да, у меня есть вера в твое слово». Он спросил, «Есть ли у тебя вера в это благословение?» Я ответил, «Да». Потому что я провел более 40 лет, читая об этом благословении и изучая его. Но в своем разуме я услышал, что большинство христиан ответило бы на это. Каждый из них скажет вам, и это честно перед Богом, рожденные свыше люди. Если вы спросите у них, есть ли у них вера в кровь Иисуса, о да. Вера в имя Иисуса, да. Вера в Слово Божье, в Новый Завет, Слово Божье, в записанное Слово Божье, о да. Если у вас вера в это благословение, в какое благословение? Точно. Я начал двигаться в этом направлении, чтобы развить больше веры в это благословение. Я проснулся посреди ночи несколько дней назад. Проснулся. И я думаю, что сам себя разбудил, потому что говорил это. Я проснулся, говоря своими устами. Это благословение работает во мне сейчас. Это благословение высвобождает исцеление в каждую клетку моего тела. Это благословение работает, приготавливая мой завтрашний день. Это благословение работает. Благословение Авраама пришло на язычников через Иисуса Христа. Он сделался проклятием за меня, чтобы благословение могло прийти ко мне. И теперь вы действительно высвобождаете веру, которая на гораздо более высоком уровне, чем тот уровень, где мы были, когда мы исповедали Иисуса Господом. Где мы были, когда мы узнали, что исцеление принадлежит нам? Где мы были, когда узнали, что финансовое процветание принадлежит нам? Где мы были, когда узнали, что дары Духа работают для нас? Где мы были на этих различных уровнях? Я сказал, «Господь, как мне выразить это?» Он спросил, «Была ли в Эдемском саду какая-либо болезнь?» Я ответил, «Нет». Он сказал, «Тогда исцеление является частью этого благословения, поскольку работа этого благословения – воссоздавать Эдемский сад. Первым делом человек услышал о том, что это благословение должно было наполнить землю этим садом». И он спросил, «Была ли в Эдемском саду какая-либо финансовая нищета?» И я ответил, «Нет». Он сказал, «Тогда процветание во Христе Иисусе является частью этого благословения». И я увидел принцип этого. Когда я исповедую, «Это благословение работает во мне. Оно работает во мне сейчас. Это включает в себя все эти вещи. Это включает в себя спасение, исцеление, освобождение. Я имею в виду, это все соединено в одно целое и действует вместе». И ты делаешь это своим. Да. Ты делаешь это благословение своим. Ты делаешь это своим, говоря это. И я говорил это, и говорил это, и говорил это, и говорил это, пока это не стало выходить из моего духа, когда я спал. Ты взращиваешь это благословение. Ты взращиваешь это благословение, да? Да. Аминь. Это здорово. И вы приходите к тому, что если мне нужно вот столько, чтобы только сохранить мою жизнь, мне нужно достаточно денег, чтобы купить продукты. У Бога есть намного большее, чем просто пища. Да, аминь. Еда на вашем столе должна быть частью ежедневного процесса. Божий план. Намного больше, чем это. Но именно с этого вы начинаете. Когда вы начинаете исповедовать то, в чем вы нуждаетесь больше всего, то именно это и произойдет прежде всего. Да. Да. Поэтому недостаточно просто знать об этом. Я должен знать, как сделать это своим. Да. Здорово. Аллилуйя. Аминь. Кто-то сказал мне однажды, я говорил о том, о чем мы с тобой говорили на вчерашней передаче, чтобы твои слова были постоянно и неизменно теми же все время. И тот человек спросил меня, ты имеешь в виду, что ты никогда не говоришь ничего другого? Я сказал, я говорю о других вещах, но я говорю о них в соответствии с 4 главой Евангелия от Марка. И 11 главой Евангелия от Марка. Все, о чем я говорю, неважно, о чем я говорю или думаю, я сначала думаю об этом, и затем я уже думаю о тех вещах. Я не думаю о мире, а затем пытаюсь заставить Слово Божие согласиться с этим или изменить что-то в Слове Божьем, чтобы это подходило моему образу жизни. Прежде чем я думаю о полете на самолете, прежде чем я думаю о моих машинах, грузовичках, моей собственности, моей земле, моей семье, моих детях, моих внуках, что бы там ни было. Я думаю сначала о принципах сеяния и жатвы. И это отвечает на вопросы, которые у меня есть обо всем вокруг меня. О том, куда Бог ведет меня, во что я должен верить, и что превосходит то, где я сейчас нахожусь. Это все вращается вокруг этого. И так как сеяние и жатва – это ключ к будущему. Это так. То я думаю и молюсь о том, что сказать об этом предмете, или о том, или о моих детях, или о моих внуках и так далее. Поскольку то, что у меня есть сегодня, является результатом того, что я сказал вчера. Да, да. И ты не делаешь это, пытаясь выглядеть глубоким человеком. Нет, нет. Ты делаешь это, потому что ты знаешь, что суммой твоих слов будет то, кем ты являешься. Это то, что сказано в Библии. Храни сердце твое, потому что из него источники или силы жизни. Это неизбежно, Крифло. Да. Это абсолютная истина. Вы не можете изменить это. Вы можете изменить то, что у вас есть, изменив то, что вы говорите. Но вы не можете изменить тот факт, что у вас есть то, что вы говорите. Да. Вы не можете изменить это. И это будет происходить каждый раз. Да, верно. И это образ жизни. Давление будет там, искушение будет вокруг него, заботы мира сего будут вокруг него, дьявол будет пытаться украсть это и все такое, но мы побеждаем. Писание, на котором мы остановились вчера, говорит в двадцать первом стихе. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. Прежде чем прочитаем остальное, вспомним этот пример. Если я пошел в магазин и купил, опять же, мы говорили про капусту, поэтому давайте остановимся на капусте. Я пошел и купил семена капусты. Я выкопал ямку и положил семя в ямку. Кладу ли я семя в ямку, чтобы спрятать его и с намерением никогда его больше не увидеть? Или чтобы заполнить ямку? Или чтобы заполнить ямку? Нет. Писание говорит в следующем стихе. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. И я потому засыпаю его, кладу его в ямку и прячу его от себя, что это единственное, как я могу получить возможность увидеть откровение этого семени, исполняющееся в моей жизни. Если я хочу увидеть, как вырастет капуста, чтобы я мог приготовить ее и съесть кукурузный хлеб с этой капустой, я спрячу ее на какое-то время, чтобы она могла развить корни в земле. Вещи растут вниз, прежде чем они растут вверх. И затем вы видите плод. В расширенном переводе Библии сказано, «Вещи скрыты временно, только как средство для откровения». Нет ничего скрытого иначе, чем для того, чтобы открыться, и ничего не хранится временно в секрете, кроме как для того, чтобы это стало известно. Я сижу и испытываю кое-что, соответствующее Писанию. Я никогда не думал об этом до сих пор. И это не беспокоило меня, пока ты не начал говорить о кукурузном хлебе. Ты говоришь о том, что ты испытал в своей жизни. И ты говоришь о капусте и кукурузном хлебе и так далее. И это начало пробуждать во мне голод. И вдруг я испытываю голод к тому, что есть у тебя. И чтобы мне получить это, мне придется делать то, что ты сделал. Здорово. Разве не здорово? И я никогда не соединял эти вещи вместе. Пока ты не начал говорить о кукурузном хлебе, я подумал, «О, да, испаржевая фасоль». Понимаешь? Да, цукаты из ямса и растворимый напиток. Да. Но чтобы мне получить это, утолить тот голод, который ты возбудил во мне, я должен сделать то же, что сделал ты, чтобы испытать то, что испытал ты. Если у меня этого нет, я не могу продолжать то, что я делал, и получить то, что получил ты, так как то, что у меня есть сейчас, это то, что я делал в прошлом. Или то, что я говорил. Я не могу продолжать говорить то, что я говорил, и получить то, о чем говоришь ты. Нет. Если я не узнаю, что ты говорил или сеял, чтобы я мог пожать урожай, или получить то, что есть в твоей жизни. И это то, что вы с Глорией делали все эти годы. Вы демонстрировали, и вы возбудили наш голод. И вы коснулись наших духовных вкусовых рецепторов, и мы захотели получить это. И поэтому мы слушали, чтобы узнать, как вы сделали. И затем вы открыли Библию и показали нам, что вы говорили. Вы показали, о чем было ваше размышление, какова была ваша жизнь, практические вещи, повседневная жизнь в этом. И теперь мы можем попробовать на вкус и восполнить желание, которое было создано в наших устах. Но так важно, чтобы мы понимали, то, что я говорю, это то, что я сею. И то, что я сею, это то, что у меня будет. Если я прячу это, многие люди разочаровываются, потому что, ну, я сказал это, но я пока ничего не увидел. Подождите минутку. Вы не сеете капусту сегодня и не идете, и не готовите кукурузный хлеб, и не варите в кастрюле ее завтра. У вас не получится. Это не произойдет. Это семя, время и урожай. Когда мы начинаем прятать это, я присыпаю это сверху уверенностью. Я просто знаю, что если я сажаю семена капусты, я буду получать капусту. Я выхожу на следующий день и ничего не вижу, но я знаю, что она всходит. Я выхожу туда в конце недели, но я знаю, что она всходит. У меня нет сомнения, что она всходит. Ты видишь там сорняк, и ты идешь и выпалываешь, а? Глория не может просто выйти на задний дворик нашего дома. Она просто не может выйти, чтобы не пойти туда и не выпалось там что-то. Засохший листик. Она уберет его. Я имею в виду, это не в ее стиле. Пойти и сказать, только посмотри на весь этот мусор в саду. Она даже не задумывается об этом. Она просто идет туда и начинает выпалывать это. Это просто в ее природе. Это человеческая природа, потому что мы были созданы в саду. Это в нашей духовной, умственной, физической природе. Поступать так, как Бог. И сеять его семена. Мы просто вот такие. И когда мы узнаем это и учимся тому, как Он делал это, и Иисус, Учитель, Он пришел и доказал это нам, и чем больше изучаешь Его слова, и Его жизнь, и то, как Он себя вел, и по каким законам и правилам, по закону любви, по слову Божьему, и под помазанием, и ты думаешь, да, хорошо, это законы небес, высвобожденные на земле, они будут работать для меня точно так же, как они работали для него. Иначе что пользует его прихода на землю? Только доказать, что он был способен на это? Конечно же нет. Это было для того, чтобы вновь перевести эти законы в действие и забрать власть из рук дьявола и вернуть туда, где и место. Аминь. То есть в руки Иисуса. И законы — это утвержденные принципы, которые будут работать для любого, кто их применит. Для любого, в любое время, в любом месте. И это работает сейчас. Человек, который действует в негативном аспекте техих законов, получает именно то, о чем эти законы говорят. Ты когда-нибудь слышал, как кто-то говорит, «А это исповедание не работает для меня». Только что сработало. Только что сработало. Это работало для вас все время. Только посмотрите на себя. Да. Вы здесь по определенной причине. Если вам не нравится ваша судьба, и вы посмотрели назад, вы вернетесь от вашей судьбы к вашему характеру, от вашего характера к вашим привычкам, которые вы приобрели. вернетесь от ваших привычек к вашим действиям, от ваших действий к вашим решениям, от ваших решений к вашим эмоциям, и тому, что вы чувствуете, от ваших эмоций к тому, как вы думаете, вернетесь от того, как вы думаете, к вашим словам. Моя судьба — это сумма слов, которым я позволил прийти в мою жизнь. Бог сказал Аврааму, «Я хочу, чтобы ты оставил свою семью и пошел в то место, где я смогу говорить тебе о том, чтобы ты был благословением, потому что до тех пор, пока ты рядом с родственниками, они формируют то, как ты думаешь, словами, которые они говорят вокруг тебя». Совершенно верно. «Я не могу говорить тебе о том, как быть благословением, потому что ты в замкнутом пространстве, ты в этой палатке. Я говорю тебе посмотреть вверх, чтобы ты мог видеть звезды, и ты не можешь увидеть то, что я хочу, чтобы ты видел. И до тех пор, пока палатка, твой потолок, ты ограничиваешь себя, ты ограничиваешь меня. Мне нужно, чтобы ты вышел из палатки, чтобы ты ушел от этих слов». Кто формирует ваше мышление? С кем вы говорили? То же произошло с Адамом. Когда Адам согрешил, Бог вышел искать его и сказал «Адам». А он ответил «Менаги». Кто сказал тебе это? Кто сказал тебе это? С кем ты разговаривал? Кто сформировал твой образ мышления? И даже сегодня, когда вы имеете дело с Царством Божьим, те слова, которые вы слышите, могут быть словами, которые вы говорите, потому что вы не хотите. Понимаете, если эти слова выйдут через ворота ваших ушей, через ворота ваших глаз в виде образов, если они со временем окажутся в ваших устах, так что вы произнесете их, тогда они попадут в ваше сердце. Когда они посеяны в вашем сердце, тогда это взойдет в вашей жизни. Когда он говорит «Храни сердце твое, ибо из него источники жизни», я верю, что это здесь. Библия — это не книга правил, но мешок семян. Именно этим она и является. И вы берете это семя и сеете его в свое сердце. Вы становитесь беременными им. Вы делаете те вещи, которые делал бы фермер, пока это в вашем сердце. И оно сделает то, что должно сделать. Но когда оно всходит, брат Коупленд, оно приносит урожай, который называется «жизнь». Это урожай жизни. Это словесное семя, которое произведет урожай в вашей жизни. Жизнь человека — это общий результат слов, которые он сказал своими устами, посеял в почву своего сердца. И это всходит и выходит наружу, как жизнь. Когда мы смотрим на это криво через это окно, мы начинаем понимать, что ни один человек на лице этой земли не может жить вне этой книги. Хвала Богу. Потому что независимо от того, кто, где и что, вы не можете уйти от этого процесса. Они, возможно, никогда даже не слышали об этой книге, но они живут внутри ограничений этой книги. Потому что эта книга описывает, почему они такие, как есть, почему у них есть то, что у них есть, почему они делают то, что делают. И все это собрано в том же самом принципе. Все — это семя. И где вы, и кто вы, и что у вас есть, и куда вы направляетесь, является результатом того, что вы говорили, и о чем вы думали. И когда вы приходите к этому, вы начинаете понимать, все на земле живут по этому своду законов. Знают они это или нет. Когда вы узнаете, каковы они, тогда вы можете управлять вашей жизнью и изменять ее направление. Это все еще тот же самый принцип, то же самое. Но вы изменяете его направление, чтобы это работало вам на благо, а не на разрушение. Я говорю о завете долголетия, о том факте, что вы можете жить долгую жизнь, если вы понимаете, что долголетие является частью вашего завета, что это хорошо, и говорите слова долголетия и долгой жизни. Это работает точно так же. Человек должен жить минимум 70 лет, но после минимума он определяет, сколько лет он будет жить после этого. Да, и он должен жить по крайней мере 120 лет. И это будет определяться системой, о которой мы сейчас говорим. Вы должны говорить это целенаправленно, вы должны планировать жить долго, планируя провозглашать долгую жизнь. Я думаю, что одним из крупнейших поражений тела Христова является наша неудача в том, чтобы запланировать эту систему действий в нашей жизни. Когда мы планируем ее и начинаем применять ее в нашей жизни, мы делаем это целенаправленно. Я планирую программу по снижению веса. Я составляю расписание. Я буду питаться следующим образом. Я буду тренироваться в такое-то время. Я буду делать вот это. Вы должны делать это целенаправленно. Вы должны планировать делать это, а не просто думать. Ну, я знаю это. Но я не применяю это в действии. Я не выполняю то, что я знаю, и позже я начинаю видеть это в моей жизни. Потому что какое-то место Писания. 90-й Псалом говорит прибежище мое и дальше в этой главе. «Крепость моя, на тебя я буду уповать». И он говорит, «Потому что ты сделал его своим убежищем». Когда ты сделал его своим убежищем? Когда ты сказал это? Да. Это самое сильное. Смерть и жизнь во власти языка. Если человек желает долгой жизни, пусть удерживает свои уста и свой язык от того, чтобы говорить слова нечестия и коварства. Я говорю вам, это принцип. Если мы поймем это, если мы поймем именно это вот здесь, то мы на пути в Эдемский сад. Потому что, как на самолете, мы определили место, куда нам нужно попасть. Мы составили наш план полета. Это как кондиционер. Мы устанавливаем температуру и оставляем его работать. Устанавливаем его. Например, я хочу 22 градуса. Устанавливаю на 22 и оставляю 22. Устанавливаю на исцеление, на процветание. И так оставляю. Пусть ваши уста будут как кондиционер. Просто так и оставьте. И со временем все это начнет работать вместе. И это как руль корабля. Вы просто ставите его в такое положение. Вы просто ставите его на автопилот, продолжаете делать то же самое, и вы приходите в эту точку. Храните ваши глаза, ваши уши и ваши уста сфокусированные. Вы не будете смотреть. Да, но посмотри, что они сказали. Но посмотри, что он сказал. Это не имеет к вам никакого отношения. Просто держите это в порядке. Ходите в любви, ходите в вере и держите эту книгу прямо перед собой. И Иисус ваш пример. И он на первом месте в вашей жизни. И вы оставайтесь в этом и оставайтесь в этом. Будет происходить много вещей. Да, отвлечения. И вы будете совершать некоторые ошибки. Но если ваши принципы здравые, вы берете себя в руки и говорите «Хорошо, послушай, иди сюда, становись на колени и кайся в этом. Теперь замолчи. Перестань говорить так, ведь ты знаешь, как правильно, что лучше не быть водимым тем, что ты чувствуешь. Убери чувства из своих уст и вложи слово Божие в свои уста, и это изменит твои чувства. Хорошо, хорошо, да, хорошо. И вы ставите себя на колени, и вы становитесь перед Богом, и вы перестаете позволять всему, что окружает вас, влиять на ваше мышление. Если это может повлиять на ваше мышление, это окажется в ваших устах. Это то, что сделал сатана, когда он пришел со словами. Первое, что вообще произошло, эти слова повлияли на то, как они думали, и затем их мышление повлияло на то, что они чувствовали, на их эмоции, и они приняли решение согласно тем словам, которые он говорил. Трифло, посмотри, что происходит вокруг нас прямо сейчас. Какими были первые слова сатаны? «Подлинно ли сказал Бог». «Подлинно ли сказал Бог»?» Это идет по разным телеканалам, по этому каналу, по другому каналу. «А был ли потоп настоящим?» «А что насчет Кода да Винчи?» «Что бы это ни было, вы думаете, что Иисус действительно женился?» «Вы говорите о полной ерунде». «Но если вы просто говорите, «Ну, знаешь, на самом-то деле я не верю в это, но я хотел услышать их мнение», тогда вы позволяете этому вопросу вползти и ползать внутри, и теперь вам придется его выкопать, в то время, как вы могли сказать, «Я не буду смотреть это». Мне безразлично, что они думают или что они говорят. Я просто сосредотачиваю свой взгляд на этом. Да. Я сосредотачиваю свой взгляд на Иисусе, слава Богу. «Если сказано в его слове, что он был рожден от Девы, значит, он был рожден от Девы». Я могу спросить, где он был рожден, когда он был рожден и от какой Девы. Но это не мое право спрашивать, был ли он на самом деле рожден от Девы. Здесь говорится, что он был рожден от Девы. Когда вы замыкаетесь на этих принципах и отбрасываете все эти, «А подлинно ли сказал Бог?» «Как ты думаешь, почему пастор принял такое решение?» «О да, мы любим пастора доллара, но как ты думаешь, почему он?» Вы только что начали это и стали думать об этом. И это начнет затуманивать их разом в следующий раз, когда ты будешь проповедовать за кафедрой. И в этом разница между тем, чтобы задать вопрос и расспрашиваниями. Да. Расспрашивания полны сомнения и неверия. Мария задала вопрос, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» У нее было право спросить это. В то время, как Иоанн говорил, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Совсем другое дело. Да. И когда вы устанавливаете это... Крефло, давай немного поговорим об этом. Потому что слишком мало об этом проповедуется и говорится. Есть некоторые вещи, которые вам нужно утвердить навсегда. Никогда больше не подвергать это сомнениям. Слово Божье работает. Вера работает. И вера приходит от слышания, от слышания, от слова Божьего. Я утвердил это раз и навсегда 40 лет назад. Через хлебопреломление. Через кровь и тело Иисуса. Я утвердил это. Я женат на одной женщине. И на этом все. И ничего не поменяется. Нет. Просто забудьте об этом. Нет. Я утвердил это через хлебопреломление, что я призван проповедовать Евангелие Его Слова. Вот что я призван делать, и я никогда больше не буду делать ничего другого, пока не перестану дышать на этой планете. Я утвердил мое призвание за столом с хлебопреломлением. Я утвердил тот факт, что я исцелен. Мне все равно, что случается с моим телом или что происходит. Я исцелен. Я утвердил это за чаши хлебопреломления. Я утвердил тот факт, что я даю десятину. Не существует такого, как зарплата с неотделенной десятины. Мне все равно, каковы остальные счета. Мне все равно, но я не ворую Божьи деньги. Я утвердил это. Я утвердил это с чашей, с Его телом и Его кровью. Я утвердил определенные вещи. И я никогда больше не буду подвергать их сомнению. Я не буду смотреть на что-то, что говорит, «Ты действительно думаешь, что был потоп?» Если здесь в Библии сказано, что был потоп, тогда я не собираюсь смотреть вашу глупую передачу. Просто забудьте об этом. Я не пойду на ваш фильм. Я не собираюсь. Нет. Я не собираюсь делать этого. Я утвердил это. Есть определенные вещи в жизни, которые я утвердил. Мы с Глорией утвердили, что наши дети никогда не будут неспасенными. Никогда. Наши внуки никогда не будут неспасенными. Мы утвердили это в Слове Божьем. И мы утвердили это за чаши хлебопреломления во имя Иисуса. И каждый раз, когда один из них поступает как-то не так... О, слава Богу! Да, это утверждено. Мои дети не идут в ад. Нет. Этого не произойдет. Ну, никогда не можешь точно знать... Нет, я знаю. Это утверждено. Я утвердил это за столом хлебопреломления. Скажу вам это серьезно. Это завет Божий. Мы говорим о сеянии и жатве. Мы говорили обо всем этом на основании 4 главы Евангелия от Марка. И вчера мы говорили об утверждении этого. Потому что именно так оно и есть. Не то, что возможно это так, но так оно и есть. Вы пожинаете то, что вы сеете. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Я просто могу видеть это большое поле. Мы сеяли семя. Мы оставались в этом. Мы хранили почву чистой. И мы охраняли семя. Мы утвердили это. И мы идем к урожаю. И вот этот урожай кукурузы взошел. Она выше вашей головы. И вы думаете, ну, уже осталось недолго. И затем в одно утро вы выходите из себя, так как разозлились на какого-то человека, который подрезал вас на шоссе. И вы обозвали его всеми словами, которые только смогли придумать. Вы сигналили ему, словно стреляли из пушки. Если бы это была пушка, вы бы убили его прямо там на дороге. Или у вас была прекрасная встреча с Господом. Господь пробудил вас пораньше. И вы пошли, и пришло слово от Господа. Аллилуйя! Но вы рассердились из-за вашей прически перед тем, как выйти из дома. И вы все это потеряли. Вы можете себе представить? Вы представляете, как бы все это выглядело, если бы этот человек, у которого созрел такой прекрасный урожай, о котором я говорил, кукуруза выше головы. И вот он просыпается в одно утро. О, спасибо тебе за мой чудесный урожай. И просто выходит в свой амбар, заводит свой трактор и уничтожает весь урожай кукурузы. Просто гоняет по полю туда-сюда, ездя по ней. И потом, остановившись, он смотрит и недоумевает. Я просто не понимаю, почему моя кукуруза никогда не приносит урожай. Он упускает ключевой элемент. Да. И он называется «хождение в характере любви». Хождение в любви. Хождение в любви Божьей — это та сфера, в которой мы должны стать зрелыми, если мы собираемся войти в дверь Эдемского сада. Если мы собираемся действовать в бесконечном обеспечении, если мы собираемся жить богатой жизнью, нам придется постоянно возрастать в любви Божьей до зрелого уровня. Это должно быть в начале списка, а не затерянным где-то в конце. Да. Да. Как ты сказал, во многих случаях это затеряно где-то в конце, но это должно быть проповедано. Это должно быть проповедано снова и снова, и затем должно быть проповедано еще, потому что, опять же, это является частью нашей связи веры и всего того, о чем мы говорили на этой неделе. Если есть какая-то одна сфера, в которой вы хотите позаботиться о том, что применяете принцип Царства Божьего и все принципы веры, о которых мы говорили на этой неделе, так это данная сфера любви и развития в любви. Когда я говорю слово «развитие», я имею в виду, что есть разница между ростом и развитием. К развитию необходимо прикладывать некоторые усилия. Сопротивление будет приходить, пытаясь препятствовать этому развитию, но вы можете использовать это сопротивление для того, чтобы тренироваться и становиться более зрелыми и развитыми в любви Божьей. Большинство людей просто думает, ну, какое ко всему этому имеет отношение любовь? Прямое. Прямое. Любовь имеет прямое отношение к этому, потому что, во-первых, Бог есть любовь. Бог есть любовь. У Бога нет любви, у Бога есть вера, но Он Сам является любовью. Бог есть любовь. У Него есть вера, и, как сказано в одном из переводов Библии, «любовь не терпит поражения», но Иисус молился. Я думаю, за Петра Он сказал, «Я молился о Тебе, чтобы не оскудела вера Твоя». И поэтому так важно, чтобы мы начали двигаться к зрелости и развитию в любви Божьей. Зачем? Номер один. Бог излил Свою любовь. В тот день, когда мы спаслись, мы сказали, «Господь Иисус, войди в мою жизнь». Когда мы сказали это, Он излил Свою любовь внутрь нас, поэтому Он не просит меня любить на основании моей человеческой эмоциональной любви. Он говорит, «Я снарядил тебя моей любовью так, чтобы ты мог любить то, что невозможно любить. Я снарядил тебя моей любовью так, чтобы твоя любовь могла быть безусловной, как моя, чтобы твоя любовь не основывалась на твоих чувствах. И тебе не нужно, чтобы сначала тебя любили для того, чтобы ты мог проявлять мою любовь. И это так важно, когда мы действуем в любви Божьей. Это как карниз для штор. Мы ставим на место то, что будет держать всё, что мы пытаемся делать в Царстве Божьем. На нём будет держаться вера, законы процветания, законы исцеления, отвеченная молитва. И когда вы говорите об Эдемском саде, вы говорите о том месте, где Бог выразил свою любовь через восполнение всех ваших нужд, через предоставление всего этого бесконечного обеспечения. Это выражение Его любви. И процветание. Это выражение Божьей любви. И когда Он даёт человеку процветание в каждой сфере его жизни, это является выражением Его любви в жизни этого человека. Давай посмотрим на это таким образом. Слово Божье говорит, что мы получаем наше отцовство от Него. И мы хотим, чтобы у наших детей всё получилось лучше, чем у нас, потому что мы любим их. Я не хочу, чтобы мои дети проходили через болезни, немощи и всё остальное. Я не хочу, чтобы они были нищими и бедными. И всё это из-за того, что я люблю их. Когда Бог выразил Себя в том саду, Он не только создал место, которое было наполнено изобилием. С первыми словами, которые Бог сказал человеку, Крефло, Бог высвободил свою любовь и изобилие. Чтобы продолжить это, Он не хотел, чтобы это когда-нибудь прекратилось. Затем, когда это всё-таки прекратилось, Он так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы вернуть это назад. И это было выражением того же самого момента. Верно? День, когда Он благословил Адама, и день, когда Иисус пришёл на землю. Это было выражение того первого момента, когда Он сказал, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всеми живыми существами». Поэтому закон любви — это закон изобилия. Да, верно. Бог не собирается давать нам. Знаешь, многие думают, «Ну, я просто хочу, чтобы Бог дал мне на основании того, что я считаю хорошим, и то, что я считаю, я должен иметь». Но Бог дал нам духовные законы, и Он будет давать нам через эти духовные законы. Например, есть закон, который управляет изобилием. Есть закон, который управляет процветанием. Есть законы, которые управляют исцелением. Закон, который управляет изобилием, — это закон любви. Поэтому Бог говорит, «Я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты понимал этот закон любви, потому что когда ты понимаешь закон любви, ты поймешь Мое выражение любви к тебе в изобилии». Эдемский сад был выражением Божьей любви к этим двум людям, которые жили в том саду. И он говорит, «Знаете что? Если вы сделаете так, чтобы закон любви действовал в вашей жизни, если вы возлюбите Господа Бога вашего...» Иисус сказал то же самое законнику, когда тот задал ему тот же вопрос, что и богатый юноша. «Что мне делать, чтобы иметь вечную жизнь?» Он сказал, «В законе что написано?» Он спросил, «Как читаешь?» Он ответил, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей». Но затем он сказал что-то интересное, «И всею крепостью твоей, человеческой силой». Как мне любить Бога всей моей крепостью? Я люблю Его моим богатством, моим имуществом, моими деньгами, моим положением в жизни. Да, твоим влиянием. Моим влиянием в жизни. И когда вы сможете научиться, как любить Бога таким образом, когда ничто не может встать между вами и любовью Божьей, тогда вы обретете изобилие в каждой сфере жизни. В каждой сфере вашей жизни. Если вы хотите ходить в том изобилии, которое было в Эдемском саду, я просто говорю, научитесь, как применять закон любви в каждой сфере вашей жизни, и он проявит себя для вас. Это является защищающим по своей природе. Другими словами, все в моей жизни, из-за чего было бы опасно для меня иметь деньги, или что-либо еще, или изобилие в чем-то, все вещи в моей жизни, жадность, что угодно, страх, все это сделало бы опасным для меня иметь много всего. Для меня было бы опасным иметь много денег, потому что если бы у меня было много денег, Я пристрастился бы к наркотикам и не смог бы их бросить. Для меня было бы опасным иметь много денег, потому что если бы я начал опираться на деньги, я бы стал грубо обращаться со всеми, я бы стал надменом. Подумайте об этом минутку. Когда вы начинаете ходить в любви, и заповедь любви становится законом вашей жизни, она избавится от жадности, она избавится от страха. Она избавится от всего в вашей жизни, что заставило бы изобилие причинять вред вашей жизни. Это как изоляционный материал. Да, верно. Да. Это все исправит. Да. И затем, когда вы достигаете такого положения в жизни, когда начинаете ходить в любви, и она начинает изгонять страх, и начинает избавляться от жадности, и она начинает приводить меня в такое состояние, когда я люблю ближнего своего, как самого себя, тогда независимо от того, сколько у меня денег, я не стану его унижать. И когда вы делаете это, благословение начинает функционировать и начинает создавать этот сад вокруг вас. Это порождает свою собственную атмосферу, которая способствует изобилию. В действительности ты говоришь о комбинации для настоящего процветания. Это прямо здесь. Да, верно. Именно так. Это открывает дверь. Да. Вы начинаете ходить в любви Божьей, и затем происходит то, что вы не ходите в любви только для того, чтобы деньги могли прийти, или только чтобы исцеление могло прийти. Когда вы ходите в любви, приходит благословение. Это наделение силой. Любовь соединяет вас с силой, которая справится с любой задачей, с которой вы сталкиваетесь в вашей жизни. Ты говоришь о наделяющей силе. Силе, дающей способность. Ты говоришь о способности. О Божьей способности. Ты говоришь о способности любви делать то, что она делает. О способности любви делать то, что она делала в Эдемском саду. Теперь вы становитесь тем, кто получает выгоду от этого хождения в любви, которую вы избрали утверждать и развивать в вашей жизни. И когда я хожу в любви Божьей и продолжаю делать это, тогда я утверждаю... Мы говорили об этом. Когда я утверждаю этот вопрос любви в моей жизни, в то же время я утверждаю в моей жизни и изобилие. Я утвердил этот сад в моей жизни, я утвердил этот бесконечный, богатый образ жизни, «Потому что я хожу в любви». И теперь мир пойдет и попытается выяснить, что он делает, чтобы это происходило. И они полностью упускают это и не обращают внимания на то, что человек не продвинется дальше, чем его характер. Вам не нужно заслуживать этот сад. Да. Иисус уже купил и заплатил за него. Это ваше. Он пытается дать это вам. Да. Знаешь, Крефла, я знаю очень хорошо одного человека, но него подали в суд. Просто вот так. И группа людей просто набросилась на него. Конечно. Он нашел себе адвоката, но он начал молиться за этих людей. И он просто молился за них и молился за них. И продолжал удерживать себя от того, чтобы слушать то, что они о нем говорили. Знаете, как дьявол будет действовать? Он не привязан к истине. Он будет лгать о вас. Он расскажет любые басни, которые только сможет. Если он может заставить вас думать об этом, тогда он сможет затянуть вас на свою территорию. Но этот человек отказывался слушать. Он отказывался слушать то, что они говорили, и он продолжал. И это просто разозлило его адвоката. «Дай мне добраться до этих людей». Понимаете? Адвокат был очень расстроен. И тот человек сказал, «Нет пользы в том, чтобы так расстраиваться». Поэтому он не реагировал на это. Настал день разбирательства в суде. Они все пришли туда. И все адвокаты были там. И затем вся эта группа, вся эта банда была там. А он и его адвокат сидели вот тут. И они начали. Знаешь, говорить все это, лгать об этом человеке, и все остальное. И он установил определенные места Писания, как свое ограждение. И он не позволял своему разуму уйти с этой дороги. И неважно, что говорили они, он верил вот этому. И ему пришлось работать над этим, потому что это было тяжело. Но он работал над этим, и работал над этим. И он говорил это, и только это, и только это, и только это. И это было его защитой. Он ходил в любви, молился за них. После того, как они все закончили, судья повел себя так, словно он не слышал ни слова из того, что они говорили. Он просто стукнул своим молотком, и они проиграли весь этот процесс. И им пришлось заплатить тому человеку. Потому что он съел семена добра. Да. И знаешь, что еще? Его адвокат сказал, из-за вас и того, что вы сказали, я вернулся к Богу. Да. Крефло, если бы этот человек расстроился, и он вполне мог это сделать, это было бы его правом по закону штата, бороться с этой группой всеми средствами. Скажу вам, я просто похороню эту кучку безбожников. Если бы он это сделал, то даже несмотря на то, что выиграл бы это дело, это не впечатлило бы его адвоката, потому что тот адвокат делал такую работу каждый день. Со мной произошли подобные вещи. Наши передачи транслировались по телевидению несколько лет. Мы оплачивали счета. И компания, которая работала на нас, не могла разобраться с тем, как оплатить счета, как перечислить деньги на телевизионные станции. Я решил позвонить и уточнить кое-что, и мне сказали, у вас образовалась задолженность за три или четыре месяца. Я спросил, как это произошло, ведь я платил каждый месяц. И мне ответили, ну, знаете, возможно, ваш представитель присваивал себе деньги. И я сказал, Господь, ну я сейчас... Я пошел через дорогу, чтобы помолиться. В то время через дорогу от церкви был лес. И я сказал, Господь, у меня есть право подать в судно этого человека. И он ответил, да, если ты сделаешь это, ты утвердишь свою собственную праведность. Я спросил, о чем ты говоришь? Я сказал, ты должен понять, тот человек, посмотри, что он со мной сделал. И Бог сказал, знаешь, что я сказал тебе? Отнимай, с чему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Я сказал, речь идет не об одежде, я говорю здесь о миллионах долларов. Мы говорим не об одежде. Он ответил, смотри, если ты позволишь мне разобраться с этим, я покажу тебе кое-что. Я спросил, что ты хочешь, чтобы я делал? Он сказал, я хочу, чтобы ты позвонил на телестанции. Я хочу, чтобы ты сказал им, мы просим прощения за то, что произошло. Мы оплатим наши счета и позаботимся об этом. Мы хотим быть честными в нашем ведении бизнеса. И Бог сказал, прости того человека. Я сказал, я хочу возложить руки на того человека очень особенным образом, понимаете? Он ответил, нет, я пытаюсь показать тебе кое-что. Мы начали звонить. Я взял телефон и позвонил на первую станцию. Там ответили, о, не волнуйтесь об этом, мы просто простим вам долг. Я не ожидал этого. Я позвонил следующему человеку, о, не волнуйтесь об этом, мы простим вам долг. Мы позвонили на все станции. Затем мы дошли до христианских станций, и они сказали, мы не можем простить вам долг. Что по-вашему будет, если мы будем прощать всем долги? И мы заплатили им. Но случилось так, что один человек, и ты его знаешь, это боксер, он ходит в нашу церковь, пришел и сказал, мне нужно срочно увидеть пастора. И я сказал, хорошо, я не знаю, есть ли у меня время встретиться с ним, я разбираюсь с этими вопросами. Но он сказал, но мне просто нужно его увидеть прямо сейчас, всего на минутку, мне нужно его увидеть. И он пришел и дал мне чек, который не только покрывал всю сумму, нужную нам для того, чтобы рассчитаться, с этой христианской станцией, но и обеспечил нас на пару месяцев вперед. И я посмотрел на это и сказал, эй, куда ты уходишь? Иди сюда, не убегай, присядь! Бог показал мне, потому что я оставался в характере любви. И даже хотя у меня было право по Конституции подать на этого человека в суд, я разобрался с ним согласно его пути любви. И Бог смог сделать то, чего я не смог бы сделать своими силами, потому что это любовь и делает. Она откроет вас для обеспечения Царства Божьего. Слава Богу. Крефла — это настолько важная информация. Есть люди, которые слышат это прямо сейчас. Послушайте это. Мы не беззащитны. Да, да. Если только мы не пытаемся сами защищать себя своими силами. Да, здорово. Послушайте меня. Отмщение принадлежит Богу. Но Крефла, ему также принадлежит и власть, которая носит меч. Тот, кто носит меч, носит его не напрасно. Он Божий слуга нам на добро. Позвольте ему действовать. Позвольте ему действовать. Да. У него есть определенные вещи, которые он может задействовать ради вас, если вы не будете стоять у него на пути. Может прийти время, когда Господь скажет, как было в случае с тем человеком. Тот человек сказал, «Господь, ты мой защитник, мне не нужен адвокат». И Господь сказал, «Да». И он сказал ему, какого адвоката выбрать. Сказал ему, что делать, чтобы нанять этого адвоката. И в этом смысле он защитил себя, но он ходил в любви все то время, пока делал это. Это в действительности ключевой момент. Он ходил в любви все то время, пока делал это. Он не держал ничего против тех людей, только из-за того, что они набросились на него. подали на него в суд, клеветали на него. Если бы он выступил против этих людей и отложил бы свою броню любви, то он бы отверг то обеспечение, которое приготовил Бог, чтобы принести свое собственное отмщение ради вас. Он бы вышел из этого круга любви, где его сила. Он наиболее силен в этом кругу. Давай поговорим о полицейском, давай поговорим о военном. Что христианин-полицейский или христианин-солдат должен делать? Он ходит в любви. Он никогда не ходит в ненависти. Вы должны быть полностью посвящены этому, потому что вы увидите много отвратительных вещей. Да. Вы окажетесь в сражении. Вы не можете испытывать ненависть к врагу. Вы должны ходить в любви. Бог будет защищать вас. Поэтому самое главное для вас это ходить в любви и ходить в послушании Богу. И тогда вы будете находиться под защитой Бога, говорит Писание. В Библии так и написано «черным по белому». Но если вы начнете ненавидеть этого врага, тогда вы потеряете то, что Бог уже задействовал. когда сказано, что отмщение принадлежит Ему. И когда вы теряете это, тогда вы в очень опасной ситуации. Да. Поэтому не начинайте никого ненавидеть. Влюбитесь в Иисуса. Аминь. И затем начинайте следовать этой заповеди любви. Чтобы сделать это, вам нужно думать об этом постоянно. Тот же процесс. Да, тот же процесс. Вам нужно просыпаться, думая таким образом. Вам нужно ложиться спать, думая таким образом. Петр написал в третьей главе второго послания Петра, что проблема не в вашей памяти. Он сказал, «Я напоминаю вам то слово, ту заповедь, которую Господь дал нам, апостолам. Возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, душою, разумом и силой и ближнего твоего как самого себя». Наше время подошло к нам. Давайте подытожим это шестой главой послание к Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Это открывает дверь. И затем Бог сразу же в этой шестой главе говорит, что когда вы получаете учение, тогда это открывает для вас дверь, чтобы вы сеяли. Он напрямую увязал это здесь, в этих стихах. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Помолитесь об этом. Спросите Духа Божьего, где вы сейчас. Возможно, вы думаете, мне нечего посеять. Посмотрите вокруг себя, что-то есть. Если у вас ничего нет, Бог покажет вам, как вы можете посеять себя в чью-то жизнь. Он дает хлеб в пищу и семя сеющим. Второе послание Коринфянам, 9, 10. И он является источником умножения посеянного семени. Поэтому помолитесь, чтобы Господь не вел вас посеять. Начните прямо сейчас. возложите руки на ваше пожертвование, возложите руки на то, что вы отдаете, то, что вы собираетесь сделать, и официально посейте это в Царство Божье и начинайте сознательно быть осведомленными об этом семени. Заботьтесь о нем, и оно переведет вас на следующий уровень в вашей жизни. Аминь. Отец, мы молимся за те семена, которые сеются сейчас в эту передачу. Мы молимся за наших партнеров, мы молимся за всех, кто меня сейчас слышит. И мы благодарим тебя за то, что благодаря тебе их семена приносят урожай. Во имя Иисуса. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, я всегда хочу напоминать вам о том, что ваше пожертвование не уходит в США. Оно остается в том регионе, в офис которого вы его отправляете. Это важно. Оно будет продолжать производить служение, которое благословляет вас там, где вы находитесь. Будьте частью хорошей церкви. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Так хорошо, что вы были с нами. До следующей встречи. И помните, Иисус Господь.